на ремонте вот такая техника это микроволновка lg модель модель ms 194 нет 1949 g значит причина поломки включается и начинает искрить соответственно проблема или в изоляции вот здесь или колпачок колпачок тут закрыт нужно разбирать и снимать с той стороны изоляция здесь пластиковая здесь нужно будет зачистить вот черное место подгорания зачистить все аккуратно и лаком я обычно даже обыкновенным лаком для ногтей беру жены предварительно все это вычистить от черного ну и посмотреть разбираем задняя крышка откручиваем винты снимаем крышку снимаем сначала откручиваем задние винты и крышку в этой модели есть еще сбоку винт с одной стороны и два винта с другой откручиваем бока откинули вверх тоже приподнимается и тянем на себя все снимается теперь нужно магнитрон открутить магнитрон интересно стоит тут вверх ногами обычно вниз это то его так расположили интересно ну откручивается он вот там два винта там два винта и наверно все как то все непонятно вот эта штука теоретически должна лампочку закрывать она соответственно если магнитрон бы ставил выше вот тут то он бы закрывал лампочку так он вот эта штука должна отражать свет от лампочки она вот намного ниже стоит ну уж такая где-то сэкономили откручиваем 4 винта и снимаем магнитрон снял магнитрон отсюда значит вот в таком состоянии колпачок не прогорел еще она уже готовится к тому чтобы прогореть вот отсюда шпарит искры и они бьют в почему нужно поменять колпачок и они бьют по металлу который оголился начала бить и пробила на металл значит нужно поменять колпачок и зачистить краску покрыть закрасить восстановить краску и будет работать значит вот эту штучку я очистил вот значит она уже даже поплавилась пришлось не получилось черного избавиться просто растворителем взял пилочку и просто все по зачухивал посрезал все счистил весь уголь потому что по углю идет прошиваем прошивает и на него искры начинают лететь это важно сделать чтобы ничего черного не оставалось здесь значит я зачистил и вот такое голое место осталось нужно будет еще вокруг там но это потом растворителем сниму все жиры что нужно сейчас возьму лак для ногтей и хорошо белый хорошо обработаю эту всю часть так чтобы не было голого металла значит тут тоже будет прошивать что живота кудалось восстановить все ржавое мне кажется все удачно показываю как это выглядит обыкновенный лак для ногтей включаем не искрит и скорее всего греет сейчас поставлю чтобы нагреться ставлю холодную воду старт держим секунд 20 чтобы можно было попробовать вода теплая все ремонт произведем что было сделано поменял колпачок был у меня точно такой же как получилось что у меня колпачок чуть чуть длиннее колпачок чуть чуть они разные по диаметру и разные по форме отверстия бывают шестигранные треугольные круглые квадратные и разные в диаметре нужно подобрать именно такой у меня оказался по диаметр такой но чуть чуть длиннее поэтому я взял ножницы по металлу и срезал пару витков вот таких потихонечку режется если хорошие ножницы то режется или болгаркой подперить под ваш размер срезал поставил и подкрасил лаком отлично все работает повторяйте это как видите не сложно деталь недорогая лак можно понимаете можно покрыть конечно лаком каким-нибудь бакелитовым или еще каким-то но он прозрачный белый лак для ногтей практически не видно что там что то есть поэтому я использовал лак для ногтей в принципе у меня есть и другие акриловые лаки еще и нитролаки у меня есть но здесь такая ситуация чтобы было эстетически видно я использовал такое ухищрение потому что лаки для ногтей бывают разных цветов и вы можете подобрать именно под ваш цвет в данном случае он белый но бывает и разное бывает серый бывает внутри повторяйте очень много вот только что было отремонтирована духовка сложный очень непростой ремонт но работает все в порядке это вот микроволновая печь и так подписывайтесь на канал всегда сможете увидеть много очень много разной техники на канале